Уже этим вечером королева Великобритании Елизавета II установит абсолютный рекорд правления среди всех монархов страны, побив достижения своей предшественницы королевы Виктории. В Великобритании, разумеется, сегодня все посвящено этому историческому событию. Подданные считают Елизавету символом не только Соединенного Королевства, но и всей эпохи. В свои 89 она встречается с политиками, много путешествует, причем без паспорта, ведь в стране этот документ выдается от ее имени. Дмитрий Сошин передает из Лондона. Если говоришь королева, сразу представляешь ее. Кажется, Елизавета II была всегда, ведь почти все подданные родились во времена ее правления. В свои 89 королева почти не сбавляет темп, колесит по стороне и миру, встречается с сильными мира сего и не пропускает ни одной интересной скачки. Это невероятно. Она как глава большой компании работает почти круглые сутки. Это перед телекамерами, под постоянным прицелом желтой прессы. Рекорд своей великой прабабки, королевы Виктории, а она правила 63 года и 216 дней, Елизавета собирается побить сегодня, примерно в 19.30 по московскому времени. Между царствованием Виктории и Елизаветы расстояние в полвека. Если при Виктории Британская империя находилась на пике своего развития, ну недаром же говорят викторианская эпоха, то при Елизавете II Британия правила уже далеко не всеми морями. Но обе королевы оказались на престоле по воле обстоятельств. Им вовсе не предназначалась роль правительницы. Юная Виктория стала королевой, поскольку три старших брата ее отца умерли, не оставив наследника. Елизавета же взошла на престол в феврале 52-го, когда неожиданно умер ее отец, король Георг VI. 25-летняя принцесса и ее молодой муж, принц Филипп, в это время были в Кении. Их поселили в хижине на вершине гигантского Баобаба. Там ее и застигла новость о смерти отца. После этого стали говорить «залезла на дерево принцессой, а слезла королевой». В каком-то смысле Виктория послужила примером для Елизаветы II. Она первая развернулась лицом британской прессе и стала встречаться с простыми людьми. Монархия стала чуть более доступной для народа. Июнь 53-го. Это первая в мире коронация в прямом эфире. Чуть позже Елизавета открыла жанр рождественских телеобращений. Это потом политики во всем мире стали брать с нее пример. Я часто посещала Вестминстер. И если мне память не изменяет, имела честь развлекать своей беседой 12 премьер-министров. А ведь первым из них был Уинстон Черчилль. С ней встретились или, по крайней мере, сфотографировались тысячи людей, которых принято считать символами двух веков, 20-го и 21-го. Личная жизнь Елизаветы не всегда была усыпана розами. Брак с принцем Филиппом, а вместе они уже 68 лет, даже придворные биографы дипломатично называют непростым. Елизавета тяжело пережила скандальный развод Чарльза с Дианой. Впрочем, она ее никогда не любила. Я думаю, самое большое разочарование Елизаветы – это то, что у ее сыновей не сложилась счастливая семейная жизнь. И эти скандалы с Дианой сильно ударили по имиджу монархии. Ситуацию исправило время и мощное пиар-оружие. Ее внуки, правнуки и гламурная невестка Кейт Миддлтон. Рекорд пребывания на троне – большая королевская семья – отмечает не в столице, а на севере Шотландии. В пресс-службе Букингемского дворца уверяют, что королева не придает этому юбилею большого значения. Рекордный срок своего правления она не считает предметом соперничества со своими предшественниками. Хотя знаки почтения любая королева принимает с огромным удовольствием. И что мы делаем, когда видим королеву? Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Лондон, Эдинбург. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова